Эта песня стала олицетворением музыкального стиля, который появился в конце 50-х годов минувшего столетия в Бразилии. Она воспривает место, где этот стиль был придуман и называется соответствующим образом. Девушка с Эпанемы. Босса-Нова объединила в себе гармонию джаза и перкуссионные ритмы самбы. Ее название связывают с бразильским жаргонным словечком босса, примерно то же, что русская фишка. Особенность – яркая черта. Таким образом, название жанра переводится как «новая фишка» или буквально «новый стиль». Его сами основателями являются пианист-композитор Антонио Карнуш Жабим и певец-гитарист Жоао Жилберту. Благодаря утонченной мелодике и спокойному ритму, босса-Нова приобрела поклонников во всем мире. А песня «Девушка с Эпанемы», написанная Жабимом на стихи Венисио Шамараеша в 1963-м, стала первым хитом, благодаря которому босса-Нова переступила границы Бразилии и стала мировым стандартом этого стиля. По легенде, Жабим и Марайш написали песню случайно, сидя за столиком в кафе недалеко от пляжа Эпанема, наблюдая за проходящими мимо красавицами. Сегодня это место является настоящей святыней. Туристам непременно показывают то легендарное кафе, где сохранился даже тот самый столик, за которым сидели авторы. Разумеется, в кафе звучат неспешные ритмы босса-Нова. Девушка с Эпанемой открыла миру еще одно имя. Во время записи песни продюсер, чувствуя ее потенциал, посетовал, что Жао Жолберто не владеет английским. В студии в это время случайно находилась подруга музыканта, несколько лет живущая в Америке. У нее не было профессионального опыта и привлечь ее был довольно смелый шаг, но, как оказалось, правильный. Задумчивый и очень искренний голос девушки обладал каким-то мистическим очарованием. Аструт даже не была упомянута на конверте диска, но песня сразу же отхватила Грэмми, а Жоао и Аструт Жолберто стали мужем и женой. Аструт Жолберто явилась выдающейся проводницей новой музыкальной культуры на Запад. Скромное обаяние ее голоса и простая исполнительская техника покорили слушателей всех континентов. До сих пор ее сдержанное, похожее на дуновение свежего ветра манера пения, остается визитной карточкой бразильской босса новой. Неторопливая мелодия завораживает слушателей и сегодня. В Рио-де-Жанейро песни настолько популярна, что кафе Вилозо, где она была написана, теперь носит название девушка Сапанемы. А улица, ведущая к нему, имя поэта Мараеша. В честь Антонио Жабима назван аэропорт. Его бронзовая фигура установлена прямо на пляже. А день рождения композитора 25 января объявлен всеобщим праздником – национальным днем босса новой. Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что босса нова – самая светлая в мире музыка. Она дарит хорошее настроение и побуждает мечтать. Слушая босса нову, оказываешься на далеких песчаных пляжах, наблюдаешь, как над Рио-де-Жанейро медленно газнут краски, а шум океанских волн сливается со смехом праздерских красавиц – девушек Сапанемы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова